Кировчане жалуются на заброшенные стройки, при этом уже не властям, а общественным активистам. Многие годы вход к недостроям открыт, и здания привлекают детей и подростков. К чему может привести такая бесхозяйственность, смотрите далее. Голоса, но не во дворе, а на строительной площадке. Это видео принадлежит жителю одного из домов по улице Мичуринской. Мужчина снял его специально, чтобы ответственные за порядок в городе знали, это беспредел. Видео уже оказалось в руках активистов Общероссийского народного фронта. Судя по картинке, доступ к долгостроенной Мичуринской 3 открыт для всех. Дети гуляют рядом с арматурой по бетонным плитам, а еще, рассказывают местные жители, по верхним этажам многоэтажки. Для того, чтобы попасть на заброшенную стройку, обходных путей искать не надо. Вот он, дырявый забор, протоптанная тропинка, еще пару метров и ты. У входа, да, его иногда заколачивают, но тут даже подросток, приложив немного усилий, может проложить себе дорогу на верхние этажи. Привлекают заброшенные высотки не только детей. На крышах часто испытывают судьбу и так называемые руферы. Нередко такие эксперименты заканчиваются трагедией. Елена Юрьевна с девятого этажа вызывала, а на пол один из того вышла, говорит, что-то крик, помогите, помогите. Чем заканчиваются прогулки подростков по заброшенным стройкам, пенсионерке Нине Зыряновой рассказывать не нужно. Живет рядом с долгостроем на Горбуновой, 31. В ночь с 28 на 29 сентября здесь сорвался с балкона подросток. И остальные соседи подтверждают, всем домом слышали тогда крики. Да, скорую вызывали, они приехали, они его достать-то оттуда не могли, на простынях выносили. Милицию вызывали. Милиция потом приехала. После инцидента на воротах у стройки появился замок. Только что понесили, его не было там там. Не было там там. В этом и проблема, считают местные жители. Меры предосторожности только для галочки. А на деле доступ к долгострою здесь открыт постоянно. И выходит, что это головная боль не застройщика, не властей, а жителей вокруг. Жалуются. Здесь то пожар, то пьянки. Вот уже и несчастные случаи пошли. Активисты Общероссийского народного фронта регулярно напоминают властям о таких заброшенных объектах. Да, объект заброшен, но у этого объекта есть собственник. То есть нужно работать с собственником для того, чтобы предотвратить нарушения, чтобы уберечь наших детей от такой опасности. В ОНФ считают, что долгострой без ограждения и охраны – это нарушение правил благоустройства. Городским властям уже направлено соответствующее обращение. Дмитрий Житарчук, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давич.